Книга «Открытым оком», том 13, тема канонизации, вопрос 2790. Навуходоносор царь, где должен быть в загробном мире? Судя по концу его жизни из книги Даниила, он остался глубоко верующим в истинного Бога. Я так думаю. А как вам это видится? Это во мне, наверное, от наших канонизаций, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Второзаконие 29.29 Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам наших до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. 1 Коринфянам 4.5 Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит сокрытого мрака и обнаружит сердечное мирение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Римлянам 2.15 Разовое исповедание от страха не есть свидетельство праведной кончины. Иезекиэль 18.24 И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив. Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. И сколько бы ни жили на земле, определяться будут, кто же ближний. Потом же каемся и в прахе, и в золе следы от дружбы с огорчением лижем. Конечно, не по выгоде избрать, тем более, когда сиюминутной, и тащат ближних в церковь и в кровать. Затем разрыв, час расставания стукнет. Кто помощь оказал моим костям, кто плоть израненную вывез к лазарету. Ночами нянчатся, неделями не спят. Ко мне такой пришел из назарета. В моей судьбе наитруднейший час меня под выстрелы поставил на морозе. Воспоминания, встречи той кричат, кто лучший тот, кто никогда не бросит. И не моя заслуга или опыт приобрели такого сострадальца. Жизнь выжимала из меня остатки сока. Не разбежались кто им счет на пальцах. Вина с елеем он не пожалел. Из пригоршни пронзенных дал напиться. Нашел и место на своем осле. Наведывался, присылал в гостинцы. Уже потом, осмысливая случай перебинтованной, под капельницей скучной, Тебя корил нещадно, думай, мучил. Как мой незнаемый вдруг оказался лучшим. А сиротелый морщился в палате, припоминал внезапность нападения. Хотя до этого казалось все так гладко. Друзья роились, поглощая деньги. Час испытания расплаты по деньгам, подобно мошкаре, рассеялись в ненасти. Есть даже те, кто пропасти толкал. Но Иисус исхитил из драконьей пасти. 8 июля 2005 года их братья Лапкин.